Здравствуйте, дорогие друзья, соотечественники, ютуба-зрители. Ну, мы, как всегда, с очень большим энтузиазмом и чувством наивысочайшей ответственности продолжаем наши диалоги о культурной политике. Значит, автором и ведущих данных диалогов являюсь, значит, по-прежнему я, рядовой доктор голосовских наук Емельянов Сергей. Вот. Моим, значит, сегодняшним гостем, респондентом, значит, будет очень, значит, замечательный, высокопрофессиональный ученый, ну, профессор, значит, доктор экономических, доктор философских наук, президент ноосферной академии, значит, ну, это не все, конечно, регалии, я перечислял, может быть, в дальнейшем мой гость, уважаемый, как бы еще что-то добавит, дополнил, так сказать. Значит, моим гостем сегодня является профессор Александр Иванович Субарь. Добрый день, дорогие слушатели. Рад присутствовать на этом действии. Вот. Ну, я вот периодически, как бы, повторяю, что я являюсь не диктором центрального телевидения, а автором и ведущим, поэтому я имею право на собственное мнение, я не обязан во всем соглашаться с моими гостями, так сказать, я могу, так сказать, компонировать, так сказать, ну, естественно, как бы, в интеллигентной форме. Ну, сегодня, скорее всего, мне это делать не придется, но это будет сложно будет сделать, наверное, в том числе и потому, что я не один сегодня буду беседовать с Александром Ивановичем, а в тесном, как бы, контакте, тандеме, вот, тоже с очень замечательным, как бы, ветераном за светлое будущее, председателем профсоюза единения Филатом Сергеем Ивановичем. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, товарищи. Да, так что мы сегодня будем, как бы, в тандеме, как бы, сегодня будем беседовать с Александром Ивановичем Субетта. Вот. Александр Иванович Субетта. Александр Иванович, ну, вот первый вопрос, он почти никогда не бывает уникальным, вот, да он, наверное, и не должен быть уникальным, вот, поэтому, вот, я бы так его сформулировал, вот, ну, давно уже было замечено, что все люди когда-то были детьми, и в нас живут, как говорится, молекулы, которые мы съели в детстве, так сказать, да, вот, ну, наверное, и нас это тоже касается, и мы тоже были детьми, и вы тоже были ребенком, ну, и уж сила объективных обстоятельств, как говорится, наверное, значительная часть вашей единственной жизни прошла в Советском Союзе. Ну, вот, мне был такой вопрос, я бы хотел задать, ну, а что вот там, как бы, больше всего, что ли, запомнилось, легло на душу, на сердце, так сказать, что вот, самые светлые воспоминания о детстве, и как это повлияло в дальнейшем на выбор вашего жизненного пути, и вот, и вот, и вот, и вот, благодаря чему вы стали таким вот действительно известным, крупным, ну, и заодно можете перечислить все свои, там, должности или, да, или... Хорошо, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, ну, в начале ЧАНЭТ отвечать на ваш вопрос, я все-таки перед нашей аудиторией, которая меня слушает, представляю. Да. Я являюсь полковником космических войск СССР от Сталки, прослужил в Российских Силах СССР с 54-го года по 92-й, почти 38 лет, а если точно, то 37 лет, там, и 8 месяцев. Поэтому вооруженные силы для меня, эта школа, одна из важнейших. Наконец, я, меня в моей степени перечислили, я являюсь директором Центра ноосферного развития Северо-Западного института управления, филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Плюс я являюсь к этому профессором Кафедры истории, религии и теологии Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцина. Кроме того, я являюсь почетным профессором Нагородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В общественных организациях я представляю, во-первых, Петровская Академия наук и искусств. Я являюсь академиком-учредителем этой академии, которая была организована в декабре 1991 года, официально зарегистрирована в апреле 1992 года, мы отметили 30 лет, и являюсь первым вице-президентом Петровской Академии наук и искусств. В настоящее время я, как один из основателей Носферной Общественной Академии наук, являюсь почетным президентом Носферной Общественной Академии наук, ее президентом сейчас является доктор психологической наук профессор Тимитин Виктор Васильевич. Кроме того, я являюсь членом президиума Международного высшего ученого совета, которое работает, функционирует под геми крупных международных организаций, вице-президентом Международной Ассоциации Вызывания Человечества при ЮНСФ ЮНЕСКО, вице-президентом Международной Академии Гармоничного Развития Человека при ЮНЕСКО. И, кроме того, являюсь действительным членом Российской Академии Естественных Наук, Академии Философии и Хозяйства, Международной Академии Психологических Наук и Академии Проблем Качества одним из основателей Санкт-Петербургского отделения, у которого я тоже являюсь. Я думаю, достаточно это перечислить. Кроме того, скажу, являюсь заслуженным деятелем Науки Российской Федерации, лауреатом Премии Правительства Российской Федерации и очень важной для меня медали. Я лауреат первой серебряной медали и премии серебряной медали имени Николая Дмитриевича Кондратьева 1995-го года. Являюсь лауреатом премии имени Петерима Сорокина. Мне вручило социологическое общество Московского университета в 2011-м году. Ну и лауреатом золотой медали, безнародной золотой медали мира Махатмы Гандиевы. Ну, так сказать, вот мой список. Что я представляю как науки? Вообще, в настоящее время я вышел далеко за пределы того научного профиля, который у меня сформировался в моей жизни как армейского или военного как армейского человека, как военного офицера, офицера-инженера и потом военного ученого. Я являюсь выпускником Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии имени Александра Федоровича Можайского 1959-го года. В факультете теперь можно открыто говорить строительство и эксплуатация аэродрома, профиль морская аммиация, поэтому я специалист вообще по эксплуатации аэродрома по диплому и инженер широкопрофиля, но жизнь распорядилась так, что я сразу же, как и военный инженер-строитель, оказался на строительстве космодрома Бесецк с 19 ноября 1959-го года и строил его до начала 1969-го года после моего поступления в Адюнктуру моей амбоматора в Ленинградской тогда уже военной инженерной академии имени Можайского она потом была академией РВСН ходила и потом в конце она стала космической академией вот в конце 90-х годов в этой академии я уже развивался как военный ученый кроме того, что я строительство высочайшей практикой которую прошел на космодроме Бесецк я закончил еще высшие математические курсы при Московском университете то есть весь математический цикл Ленинградского университета и после этого занимался разными направлениями то есть я переходил от одной науки другой но главное что являлось в основе в основе являлось обеспечение качества объектов базирования всех ракетно-космических войск в 80-х годах я был скупнейший специалист по качеству в СССР думаю что ходил первую десятку таких специалистов потому что я был уже в 80-х году членом Конституционного научного совета по стандартизации снификации военной техники вооружений плюс был эксперт в конце 80-х оценки качества проекта промышленных предприятий советников Гастроя СССР плюс в конце 80-х в начале 90-х член научно-технического совета Гостандарта СССР и как специалист по качеству тем более я создал свою научную школу в области полиметрии науки исправления оценки качества создал наука качества это моя докторская диссертация экономическим наукам систему управления качеством я внедрил в 9 отраслях народного хозяйства СССР и затем когда даромизировался с 91-го года уже 30 лет я занимаюсь и качеством и качеством жизни и на базе качества синтеза всех наук на базе качества я перешел к развитию учения на сфере Владимира Владимировича Геннадского и создал новую уникальную научно-мировоззренческую систему которую назвал насферизм и которая на мой взгляд является идеологией и стратегией спасения человечества от экологической гибели которая может по моим взглядам наступить к середине 21 века это очень сложная система за моими плечами сейчас более 400 книг включая коллективные монографии более 1500 научных работ в интернете находится 10-тонное собрание сочинений 16 книг по разным направлениям кто меня слушает может найти это и теперь я перейду вот к тому что мне зал Сережа с которым мы давно знакомы и в каком-то смысле он мой ученик я ему помогал в становлении как философа мы познакомились с ним давно в 2005 году так что вот уже 17 лет я хочу сказать что я родился 28 января 1930 1937 года Валентин Бондаренко сейчас не знаю его судьбу что-то я не вижу его на странице газеты завтра и писатель и поэт он даже книгу посвятил это он ее афишировал поколение 1937 года я отношусь к поколению 1937 года поколению детей войны родился в деревне то есть мы жили перед войной в деревне Тяне это вот под городом Пушкин а мама родила меня буквально рядом с царско-свецким лицем в городе Пушкин и назвала Александром честь Пушкина поскольку в 1937 году с большой помпой по решению Сталина отмечалось в СССР столетие со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина и вот эта связь с Пушкину подвигла меня что я Пушкину давно занимаюсь фундаментально я помню Ленинград предвоенный мы в Ленинград переехали в июле 1941 года я помню как копался на Лужском рубеже вместе с мамой там копался огромный противотанковый рог глубиной там я сейчас не помню чуть ли не 5 метров это огромный противотанковый рог знаменитый Лужский рубеж и вот там всех ленинград цепровод мама копалась в этой синей камбрийской глине лопатой откидывая я там копался мне было 4,5 года и у меня это в памяти осталось 27 августа мы последним поездом выехали из Ленинграда отец у меня остался как народное ополчение с 90-го года рождения преподавать военно-московской школе на Московской острове он жил в роднице Холхурино и умер дистропией во время переезда уже этой школы не дожил как-то до выхода то есть дорогу жизни переехал переехали вместе с ученищем их накормили в гречневшках и вот он скончался дистропией уже на том берегу под Кабоне а мы дальше что выехали последним поездом Ярославль по Волге вниз Чебоксари потом деревня Ишаки детство раннее Чебоши потом когда освободили Новороссельевский город в селе Черниговской области там жили родственники переезд Черниговской области на север рядом с Брабскими лесами деревня Силова Омная Покрупщина и там пошло там я уже заканчивал последний год войны в 44-м году пошел в школу и началась моя вот уже школьная жизнь на севере Черниговской области 8 классов в Новороссельевской школе номер 2 учился отлично брат и сестра очень сложная жизнь мастерная детьми на выживание если говорить о 41-м 42-м году то брат и сестра умирали от дистрофии и советская власть их спасла мама отдала их ясли и они год выкармливались советской властью ну а 41-м на 42-м голод который мы переживали вот как выехать из Ленинград и шагов был не меньше чем город блокады Ленинграде то есть это картофельная шелуха сырая шелуха иногда и пахта если попадала то полностью на выживание случайно брат и сестра могли бы умереть от дистрофии 41-м на 42-м если бы не спасла советская власть то есть это очень тяжело и так я все детство до выпуска из школы прожил в тяжелых условиях я стал мужчиной 5 лет вот мне суровая женщина учусь 5 лет я мужчина заменил отца крови, куры так далее на российских тоже завозить дрова кормили завозить дрова на всю зиму через зиму это ягина вот как у Некрасова откуда дровистки из лесу везти вот этот мальчишка христианский везет я эти дрова возил в первом и втором классе с 6 километров туда-обратно чтобы выживать и учился отлично в первом классе вот такое у нас было детство мы становились взрослыми 5 лет замечательно Александр Иванович ну я все-таки на правах ведущего ставлю свои 5 копеек и хочу потом нашу беседу как бы развить что-ли углубить расширить вот но вот такой вопрос мне кажется он вполне имеет право на существование и можно его задать такому высокому гостю у нас же канал публицистический публицистика в отличие от журналистики как бы занимаются идеями не фактами а идеями вот поэтому давайте немножко об идеях поговорим вот ну а какой вот литературный герой произвел на у вас неизгладимое впечатление в детстве там или в отрочестве вот с кого вы жизнь вот хотели сделать как бы хотели быть похожим вот спасибо легло вот на сердце на душ вот спасибо Сережа за этот вопрос я сразу скажу что сразу первый герой который лег мне на душ это палка корчан и сиромана как закалялась я всю жизнь делаю ориентируюсь на палку корчан второй мой любимый герой с которого я беру пример работать и искать найти и не сдаваться вот с этим девизом два капитана Каверина вот Саня Григорьева меня когда я учился в академии у меня была кликуха Сан Саныч хотя я Александр Иванович командир морского отделения вы ребята крутые были вот Сан Саныч Саня Григорьева это вот я такой сам не сдаваться и достигать цели которые я ставлю ну и наконец третье два назову крупных произведения которые для меня являются моральными ориентированными это молодая гвардия которая сейчас будет восприняется отмечать со дня гибели молодой гвардии Краснодония вот недавно передали фильм позавчера в центральном телевидении в Краснодонцах по-моему из Донецка шла трансляция вот я был уже в пятом классе вот через 6 лет гибели молодого детства в пятом классе на Россеверской средней школе на Гребрат я был командиром пионерского отряда имени Ульяны Громовой в пятом классе мы знали молодую гвардию вдоль и поперек это были наши девушки тем более фильм прошел молодая гвардия Сергей Герасов Сергей Герасов великолепнейший фильм ну и наконец повесть настоящего человека Мерисия который лишился ног полз там по-моему чуть ли не 30 километров у него были ранения пяток сейчас не помню короче ну короче он отморозил ноги и они были ампутированы и он с двумя ампутирован ногами на протезах это один из немногих это феноменом вернулся в строй и воевал летчиками-струбителем ну фильм тоже есть но это не дело не в фильме и даже дело не в милиции дело в самом подвиге этого человека сам пример этого человека который герой Джека Лондона Джека Лондона там великий там герой который умеет переживать это величайший американский писатель это тоже герой который мне нравится но наши советские герои я вообще недавно написал книгу которая называется у меня там Старик и победа в Великой Отечественной войне символом высоты духа советской цивилизации победа в Великой Отечественной войне советская цивилизация продемонстрировала такую силу духа который не знал ни одна страна ни один народ за всю историю человечества мы должны гордиться этой эпохой а литература так вот сейчас когда вот тут у нас боевые действия на Украине вот идет военная спецоперация когда запад ведет противную войну нас в войну не на жизнь а на смерть кто меня слушает им нужны наши ресурсы без русского народа запомните это они снова как коллективный гитлер устремились на запад то есть на что грант на посту клич к немецкому фестоносу и здесь героическая литература Великой Отечественной войны должна снова вернуться в школу и в наше информационное пространство я с вами полностью согласен так что мне тут даже нечего возразить может быть Сергей Иванович что-то хочет ну здесь вот Александр Иванович перечитывал свои должности и насколько я знаю его жизненный путь как профессионала широкого профиля и вот я задаю его вопрос каким бы должны быть профессионалы для того что мы а выиграли эту войну б для разобрали то российское предназначение может быть какими должны быть профсоюзы в вашем понимании как вы это видите потому что это же объединение людей профессионалов ну профсоюзов вот как вы видите вот как его подготовить каким он должен быть и как сами профсоюзы и какая у них главная целевая задача на данном этапе в будущем ну вопрос Сергей Иванович сложный я пока отвечу наверное не на всю гамму вопросов все-таки остановлюсь на профессионале на проблеме профессионала вообще проблема профессионала мне нравится само слово профессионал у нас сейчас используется слово специалист менеджер и все прочее а надо говорить о профессионале и профессионализме начиная со времен Карла Маркса и особенно сейчас да еще в рамках Балонского соглашения которое у нас на мой взгляд приняли неправильно сделали неправильный ориентир реформы 20-го года мы устремились в формирование узких специалистов которые востребуются рынком при пониженной фундаментальной подготовке стали экономить на фундаментальной подготовке узкий профессионализм и так далее Карл Маркс узкий профессионал он назвал середины 19-го века профессиональными кретинами профессиональный кретинизм возникает тогда когда узкий специалист я и не против узкий специалист необходим это человек который глубоко знает свою узкую специальность и умеет делать свой труд на уровне высочайшего качества но когда узкий профессионализм обладает таким же узким мироззрением когда он судит обо всем глядя вот через эту узкую щель тогда приходит большая беда и когда такой узкий профессионализм поднимается на уровне большую пирамиду управления и остается узким профессионализмом тогда эта беда разворачивается в катастрофу экономическую мы на мой взгляд приняли самую ложную модель парадигму подготовки менеджеров когда перешли к выношной реформе мы взяли американскую парадигму менеджмента вот системная так чуть системная подотока главное у нас финансовый владеешь все это ты можешь руководить какими-либо промышленными предприятиями а ей альтернативой является японская парадигма менеджмента и в японском еще 90-х годах руководстве по менеджменту японского было написано менеджером является энциклопедистом но главному менеджеру надо знать технологию для которой стоит функционирование объекта управления а у нас менеджер технологии не знает по отношению к объекту управления является технологически безграмотным и мы и то что пришло у нас в результате сформировался за 30 лет рыночный генназид России рыночный генназид систем жизнеобеспечения да произошла длинная цивилизация а сейчас нам стучится в двери проблема мобилизационной экономики поэтому нам надо сейчас менять парадигму в образовательной политике я эту парадигму назвал новую парадигму научно-образовательное общество я считаю что мы давно живем в обществе где все технологии на производстве в управлении в экономии являются я загибаю пальцы наука емкими интеллекта емкими и образование емкие что такое образование емкие я беру книгу 91-го года Дэвида Мерсера посвященную фирме IBM и там пишут что прием а это фирма которая знаменитая компьютерная тех технологии там написано что приемная фирма IBM это работники 18-19 лет обучения которое равно капиталовложениям 2 миллионов фунтов сервера то есть такой специалист это специалист высшего образования равен вложению капитала 4 миллиона долларов мы-то этот интеллект ни во что не ставим так вот вот эта наука емства ставит вопрос что образование давно у нас не является кто меня слушает пусть если особенно слушают управленцы пусть задумаются давно не является сферой услуг оно является базисом базиса духовного и материального воспроизводства а наука стала не только производительной силы по прогнозу Карла Макса она является вещественной силой управления потому что мы сталкиваемся с проблемой управления с первосложными системами и в рамках подготовки перехода к мобилизационной экономике нам надо а в стране возродить госплан то есть перейти к планово рыночной экономике с высоким уровнем централизации управления нам нужно возродить госкомитет по науке и технике перейти к управляемому научно-техническому развитию на базе на базе управления стратегиями стратегиями научно-технического прогресса а их множество и они должны ориентироваться на технологическом приоритете развития именно России у нас главная инфраструктура у нас надо дать приоритет развития кронопланов мы здесь победим планеты всей и я бы начал перечислять столько наших открытий технологических где мы Россия перевели планеты сей ну а главное нам нужны профессионалы проблемники профессионалы энциклопедисты об этом кстати говоря впервые сказал академик Легасов уроком устранения черновойских катастрофы задают вопрос о том что нужны специалисты профессионалы проблем которые могли бы руководить ликвидацией такого типа катастрофы здесь одной профессии не ограничишься это должны быть координаторы управления сложными системами таким был Сергей Павлович Королев такие являются главные ведущие наши главные консультера нам надо готовить ученых энциклопедистов которыми делали работу на межрегулинарном научном поле вот такой у меня развернутый ответ Сергей Павлович за счет как вы относитесь к тому что человек приходит в эту жизнь со своими способностями и талантами они должны быть в основе этого дальнейшего пути чтобы общество помогало им развивать и профсоюз в том числе помогли человеку встать на крыло с помощью наставников но чтобы он шел от своего природного таланта и так же получается если меня слушают молодые люди проблема раскрытия в себе таланта это большая проблема талант заявляет нам на уровне нашего сознания я ее называю внутренний голос через правополушарную часть интеллекта талант с нами разговаривает на языке нашей интуиции он никогда не подчиняет то есть открытие талант не подчиняется рациональному анализу каждый человек рождается с четырьмя векторами способностей значит четыре направления где может раскрыться у него талант и одно направление связано это четыре вектора способностей это программа интеллектуально-социального бессмертия которая проходит через человека и одна программа программа биологического бессмертия то есть родить себе подобного стать отцом матерью создать семью репродуктивный поток репродуктивная часть выполнения этого цикла приблизительно до 40 лет а каждый цикл по каждой способности дается мы исследуем с академикой казначей где-то приблизительно 33 года 4 умножаем на 33 получаем 132 прибавляем 40 получаем 172 если мы будем работать в соответствии с тем талантом который заложен в нас в природе мы будем жить очень долго не менее 172 лет но мы не дозреваем для этого потому что общество у нас патологично мы не раскрываем таланты которые заложены в человеке это сложная проблема как человеку раскрыть свой талант эта проблема очень сложной и она связана только с проблемой смысла жизни поэтому я проблеме что такое естественный интеллект человека и почему искусственный интеллект никогда не поднимется даже до самого низкого уровня естественного интеллекта которым все занимаются никогда цифровые технологии никакие киберги не заменят естественный интеллект человека, так вот этой проблемой я посвятил серый крупных своих капитальных работ. Одна из них так и называется, которая в интернете от последней издания «Жизнь как единство, творчество, здоровье и гармонии человека и общества». Вы найдете там ответы, как раскрывать свой талант и как жить долго в соответствии с гармонией, со своими творческими инструментами. Замечательно. Но для этого нужна воля, для этого надо уметь преодолевать барьеры. И еще один момент, моя подсказка. Самое страшное в жизни человека – наслаждение. Наслаждение – это быстрое приближение к смерти. Запомните мою формулу. Наслаждение – это быстрое сокращение жизни и виду смерти. Антиподом наслаждения является культура радости. Радость к нам приходит через преодоление барьеров и достижения целей, а наслаждение опустошает душу. Тот, кто думает, что наслаждение можно защитить смысл жизни, тот быстро приходит к наркотикам, алкоголям и быстро отправляется в мир иной. Надо уметь преодолевать барьеры. А для этого нужна воля, характер, устойчивость и умение работать на длинных целях. Да, думать на длинные дистанции. Замечательно. Ну что же, дорогие друзья, вот сегодня мы беседуем, коммуницируем, общаемся с очень известным и крупным ученым, профессором Суперто Александром Ивановичем. Ну, в общем, можно это сказать, без юмора, даже без иронии. Это глыба, в общем, глыба, конечно, да. Это вот очень действительно крупный ученый, общественный деятель. Ну, и, как все великие люди, Александр Иванович очень доступный, согласился сегодня принять участие в нашей передаче. Доступен, что к этому добавлю, я, может быть, единственный в России ученый, который является прапрадедом. Да. Не прадедом, а прапрадедом. Да. То есть моя правнучка уже имеет свою дочку, мою прапрадедом, которой в этом году будет 5 лет. Это хорошо. Хотя, мне кажется, вот лингвистически это неправильный термин. Правнук, правнучка. Правда, это же до прадед, да, это правдед. Правда, прабабушка, а внук это как бы пост, какой-то тут другой, это не прадед. Нет, 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 я говорю, правнучка у меня мама. А внучка у меня бабушка. Поэтому я попрадед. Это ладно, ладно, это... Да, вы-то прапрадед, да, прапрадед, а внучку как-то там по-другому. Пост, пост, там... Ну, да. Вот, да, и мне помогает, значит... Нучка стала бабушкой, сын стал прадедом. Да, мы сегодня, значит, работаем в тандеме, значит, вот, Сергеем Ивановичем Филатором, председателем профсоюза Единения. Вот вы, Ахаман, в своем представлении себя, да, вы упомянули слово «ноосфера», упомянули слово «вернадский», да, это заняло большой период вашей жизни, и вы сейчас видите перспективу в развитии этого учения, поскольку, ну, трудитесь, и видите, видимо, вот именно, вот вы сказали на асферизме, о будущем России, именно в этом направлении, да, вы представляете? Вот поясните зрителю, так сказать, как вы все-таки это видите, ну, по возможности, кратко, конечно, но это очень... Вот ведь механизмы реализации, да, правильно? Значит, учением «ноосферы Ливенадской» я плотнул занасы с 88-го года. Я был в 88-м году, мы отмечали 125-летие СССР со дня рождения Владимира Ивановича Ленинадского. И я был членом комиссии в Ленинграде, Вербицкая была зампредседателя этой комиссии, я был членом этой комиссии по празднованию 125-летия Ливенадца, будучи военным человеком, представителем Ленинградской космической академии имени Можайского. Но я еще служил в армии, я уволился в 92-м году. И с этого времени, с 88-го года, вот уже 34 года, я плотно занимаюсь развитием учения «ноосферы Ливенадского». Правда, когда я занялся развитием учения «ноосферы Ливенадского», к этому времени я выполнил несколько серьезных синтезов. Первый синтез, в 82-м году я создал теорию циклов развития, учения о цикличности развития, сложное. К этому времени, в 82-м году, я создал учение, назвал науку о метаклассификациях, как природа, человек, все в мире классифицирует, классифицирует как разнообразие мира, вот эта хаотическая составляющая переводится, мир классифицирован, поэтому и геологи изучают землю и кору и так далее. Я создал эту новую науку в 82-м году. И, наконец, в это же время я занялся естественным интеллектом человека, я много занимался роботами, программными продуктами, и перешел к проблеме изучения естественного интеллекта. И к этому времени я уже опубликовал серверы работ по теории общественного интеллекта, который изучил в виде докторской диссертации в 95-м году по философии, которое у меня называлось «Общественный интеллект – социо-геретический механизм развития выживания». Я к чему это сказал? Что я был уже готов к восприятию учения науку Вернадского. И, развивая учение науку Вернадского, я выстроил ее по-своему. Вел понятие в 96-м году наукуизма. В 2001 году опубликовал уже первую капитальную работу, которая называется «Монография». Очень сложная монография, почти на 500 страниц. Называется «Носферизм». Том 1 – «Введение аноосферизм». Дело же быстро, серьезно всю программу синтеза и уже выполнен синтез. Что такое аноосферизм после этого? Да, кстати, сейчас у меня вышло, с 2006 по 2012 год у меня вышло 10 томов сочинений, все они называются «Носферизм», и каждый том спрофилирован. Первый том посвящен общему раскрытию основного аноосферизма. Второй том посвящен у меня капиталографии и теории глобального пирализма. Третий том посвящен теории России и капитализации. Четвертый том, весь посвящен аноосферному человековедению, больше тысячи страниц. Пятый том посвящен аноосферному обществоведению, тысячи километров со страниц. Шестой том посвящен системологии, науке о системах в отношении к образованию и развитию образования. Восьмой том посвящен квалитативизму, науке о качестве, философии качества, теории качества и так далее, с позиции аноосферизма. Девятый том посвящен квалиметрии, науке об измерении оценки качества на аноосферном квалиметрии. И в одиннадцатом, десятый, не издалось издать, он лежит в компьютере, был издан, тоже почти на тысячи страниц, посвящен теории аноосферного социализма. То есть, это вот, развитие общества. И в 2011 году у меня опубликован манифест аноосферного социализма, как социализма, который будет основой спасения человечества и экологической гибели. В чем отличие аноосферизма посвященства от лечения аноосферы гигантрии? И в чем состоит, хотя бы в трех словах, особенность лечения аноосферы гигантрии? Сейчас аноосфера становится модным словом. К сожалению, есть мистические концепции аноосферы. Многие опираются на Эдуарда Леруа, француза, который впервые предложил термин аноосфера. Потом многие обращаются к Еру Теяру де Шарбену, который взглянул как католический теолог по своему роду. Это создал свою общую аноосферу. Но главное, я считаю, в чем Вернардский, отличие от Вернардского, всего остального. Вернардский создал учение о переходе биосферы в аноосферу, как законе глобальной эволюции биосферы. Поэтому по Вернардскому аноосфера это не сфера нового разума. Получается, дословный перевод – сфера разума. То есть это не сфера разума по Вернардскому, а это новое состояние биосферы, в котором коллективная научная мысль через создаваемые технологии освоения новых энергий становится био- и Вернардской геохимической энергией на уровне других факторов геологической эволюции и начинает влиять на эволюцию биосферы. Я развею это учение о биосфере Вернардской, это на аноосфере Вернардской. Я сформулирую очень жесткую позицию, которая звучит так. Как? На рубеже 80-х, 90-х годов глобальный экологический кризис, который возник и который Вернардский не ведал, возник в середине 20-го века, перешел в первую фазу глобальной экологической катастрофы, которая 30 лет стремительно развивается, и вся рыночная капиталистическая система превратилась в систему экологического самоубийства человечества. Причем рыночная капиталистическая система создала диктатуру каждого из них, как рыночная капиталистическая система базируется на законе расчеловечивания человека. Движение ЛГБТ, которое Запад возвел в норму культуры, является ответом биосферы на сексуальную революцию, то есть популяционно-генетический механизм, который наука не знает, начало блокировать репродуктивный поток, а количество сперматозоевых сперми белой расы, особенно белого человека в Европе и в Соединенных Штатах Америки за последние 50 лет упало на 50% и почти 30% семейных пар. К 25 годам Соединенных Штатах Америки не могут родить детей, и Соединенные Штатах Америки дают родить детей со всех стран. Это что? Это пир во время чумы. Это фактически непонимание, что человечество столкнулось с биосферой как с целостным организмом из планеты Земля. У них действуют гомеостатические механизмы, и эта биосфера заговорилась с человечеством как с единым целым. А мы разгромлены. Разгромлены, и каждый борется за господство над ресурсами мира. А капитализм есть и топия, которая живет на Земле благодаря эксплуатации колоний. В каком смысле топия? Это значит, что капитализм воспроизводить себя внутри замкнутых границ в рамках своей страны не может. Эксплуатации только своих трудящихся для распроизводства капитализма недостаточно. Золотой миллиард Европы и США на три четверти своего стандарта жизни, то есть прибавочного продукта, живет за счет эксплуатации всего мира. А ресурсы закончились. И вот процессы первой фазы глобальной экологической катастрофы. Поэтому разбеживает войну против России. Россия самая богатая ресурсами страна в мире. Самая большая территория. По кислороду держит константную атмосферу Земли только Канада и Россия. Близко. Нам надо сейчас леса насаживать. Рыночная капиталистическая система терпит огонию. И вот на этой базе формируется новая идеология. Эту идеологию я называю насферизм. Это и научно-меросвитическая система, и новый путь развития, стратегия. И мы сформировали у нас огромное науосферное движение в стране. Имеется огромное количество школ науосферных. Школа науосферных в Субботу. Это в Санкт-Петербурге, когда она развита. Мы создали школу ТОСК по науосферному образованию. Мы приняли, вот под моим руководством было проведено, три науосферных северных форумов на базе Государственной полярной академии с 2007 года по 2011. Сейчас мы проводим 12-ю международную научную конференцию на сфере на образование в евросийском пространстве. Издали уже 11-го, почти 20-го, и их сейчас будет 12-й тонн по времени на сфере на образование. Разработал концепцию науосферного образования, о котором я говорю, и можно на эту тему говорить много. Я могу только одно сказать. Что происходит? Происходит следующее. Мы столкнулись с барьером сложности. А наука живет по принципу камеры, лезвия бритвы, принципу простоты, редукционизма. Этой науке природа тоже поставила барьер. Надо научиться работать со сложностями. А это требует синтеза, междиспинальной синтеза наук. Отсюда вот ответ снова возрают. Нужны персоналы-пробленники, нужна новая анасферная наука, синтез-наук, анасферная меганаука. И Россия в этом плане имеет огромное количество школ. За нашими плечами и за мной, например, в рамках той кооперации, о которой я говорю, несколько десятков, почти по 100 ученых с докторскими и кандидатскими степенями. У нас мощная, я ее называю, русская анасферная научная школа, на которой стоит Бернардский, Иван Антонович Епремов, академик Ямшин, академик Никита Николаевич Моисеев, удивительный человек, и так далее, поставил вопрос, у него монограды от расставания с простотой, переход в эпоху анасферы. Владимир Петрович Косначеев, новосибирский ученый, их уже нету. И можно я этот список продолжить? За нами плечами конституальная, глобальная, экология, Рейверса, Николай Петрович, и так далее, и так далее. У нас мощная школа по гемиостатике Юрия Михайловича Горского. Я написал книгу монограды «Научная школа в России основания и перспективы». То, о чем я говорю, я знаю фундаментально. Но это большая тема. На этом я свое предзакону читал. Ну что же, дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи и встречи с профессором Суббет Александром Ивановичем начинает заканчиваться. Ну и чтобы вот как бы закончить нашу встречу на такой позитивной и, может быть, высокой ноте, я предлагаю поговорить вот о чем. Ну давно уже было замечено, что наша жизнь это тридекомедия. Ну с трагедиями у нас, слава богу, все в порядке. Сейчас их переизбыток в общем-то наблюдается. Достаточно вспомнить про специальную военную операцию, которая сейчас на Украине реализуется. Но не будем об этом говорить много. Лучше поговорим о комедии. Все доброе. Да, о комедии. Но у комедии, как известно, есть брат Юмор и сестра Сатира. Ну брат Юмор, он как бы занимается... еще вторая сестра ирония. Ну ирония, да. Можно и еще одну сестру. Очень много грозных у комедии, так сказать. Ну вот Юмор как бы занимается единичными какими-то фактами, так сказать, а сатира, в общем-то, сущностные какие-то. Критикуют. Ну, сатира, это является общественный смех, который ломает социальный сериотип и судьба. Ну, в общем, смех это терапия и орудие борьбы. И ломкость сериотипа. Да, и ломкость сериотипа. Ну и вот как вот в поэме Александра Твардовского Василия Теркина говорится «На войне одной минутки не прожить без прибородки». И на войне люди смеялись, но может быть в значительной степени именно благодаря этому и победили. Татья Василий Теркин Твардовский я считаю высочайший гениальный эпос не уступающий Ильяне и Едисеев и Грегни-Грегов. Да, пожалуй. Величайший. Величайший. Ну, Александр Ильич, ну давайте про смех. Смеховая культура, так сказать. Что Вы по этому поводу думаете? Может быть у Вас есть какой-то любимый анекдот? Или какая-то шутка, преподобка? Я анекдотами, шутками не занимаюсь, но смеховую культуру я прошел как армейский человек, да еще командир отделения морской авиации, то есть у нас разарма, двухэтажные кровати, подъем, если как, у нас старшина обрубела, он прошел Сталин-Раг, нас воспитывали офицеры-фронтовики, все прошли войну, и я то поколение офицеров, которые, готовились офицеров, которые как раз вот этот, знаете, поколежуру. Без подначек нельзя мужском коллективе жить, подначки неакадимы, подначки бывают юмори. Вот, пожалуйста, я командир отделения морской авиации, сидим в аудитории нашего подготовки, значит, все, сидят все-то вообще. и вдруг мне говорили, Саша, нам надо размяться. Мы разминались по Бурсу-Помиловскому, а Бурсу-Помиловскому были там верхние и нижние смази, на тебя наваривается со всех сторон, сгибает, а по твоим ягодицам как пойдут на отмашку в ладони, у тебя вся задница вспухивает, какая красная без здоровья. И вот важно не обижаться, это не очень смешно, конечно, а смеяться. А у нас смешно было. Это было нормально и так далее. Или там и так далее. Вот в мужском коллективе это уметь не обижаться. Больше Помиловского это не смешно, это было бытой подписано Помиловскому. Вот, и так далее. Конечно, шутки были серьезные, слабые. Я, конечно, не любитель, никто, у меня в голове они не сидят, но смеяться, я смеюсь все время. И более того, насчет улыбки скажу так. Улыбка, если человек улыбается, это механизм устойчивости психики. Вот у меня было... У меня в генах сидят улыбчивости. И в жене, и все далее. Я это передал своим сыну, дочкам. А сына, дочек передал своему мунуку. Мунуки, значит, муку учатся в школе. Я их патронирую. Не буду называть школой. Учитель вызывает моего внука т-т-т-т-т-т-т он слушает и улыбается. Она злится д-д-д-д-да вызывает мою дочку улыбка которую я ей даю. Что происходит? Вы же что не знаете. Улыбка – это механизм устойчивости. Короче, смеховая культура – важнейшая культура общества. Безусловно. Салтыков, Щедрин, Гоголь – это величайшие классики нашей смеховой культуры. А трагедия бывает оптимистической. Мы о трагедии всегда переходим к оптимизму. Кстати, Аристотель считал высшей формой искусственную трагедию. Трагедии переходим к оптимизму. Оптимизма – это воля и ревок в будущее. За нами победа. Эта встреча у нас не только первая, не последняя. Мы надеемся. Потому что раскрыть вашу личность в одной встрече не получается. Да, очень нужно. Поэтому до следующих встреч с нашими уважаемыми телезрителями. И нам, как людям, которые с вами лично знакомы, это очень ценно. Но если я зрителям понравился, и будут хорошие реплики, и пожелаю продолжения, я с удовольствием готов к такой встрече. Мы тоже готовы. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, наша встреча с крупным ученым и общественным деятелем, профессором Субета Александром Ивановичем заканчивается. Будьте здоровы, живите богато, подписывайтесь на наш канал и блог нам в помощь. И помните, что культурная политика и идеология это очень важно. И победа однозначно будет за нами.